Новый премьер Польши Дональд Туск отправился в Брюссель на саммит ЕС сразу после приведения к присяге. Польша вернулась в Европу, и для меня это самый важный момент в моей политической жизни. Это была нелегкая задача, как вы знаете. Для меня это также очень особенный момент из-за геополитического контекста. И мне немного грустно, что по сути ничего не изменилось. Ситуация становится все хуже, особенно когда речь идет об Украине и российской агрессии. Может быть, вы помните, у меня была очень специфическая репутация, когда я был президентом Европейского совета. Что я, знаете ли, одержим Россией. И сегодня я не испытываю никакого удовлетворения от того, что оказался прав. Я бы хотел, чтобы я был неправ. А как возвращение Туска отразится на официальных отношениях Варшавы и Минска. Я не вижу никаких моментов для того, чтобы думать про то, что польская политика в соответствии с Лукашенко изменится. Мы смотрим на Лукашенко как союзника Путина, а не белорусского как союзника Путина. Министром иностранных дел опять стал Радослав Щикорский, который в 2010 году почувствовал себя обманутым. А он человек, который не забывает такое. Поэтому я думаю, что Лукашенко... Конечно, какие-то мелкие изменения невозможны, но опять-таки мяч по стороне официальной Беларуси. Если Лукашенко, например, пойдет, если освободит, например, Анджея Почовута, который является в центре внимания польской политики, потому что он этнический поляк, если Лукашенко ограничит или закроет вот этот миграционный путь в сторону Польши, который был искусственно организован белорусскими и российскими спецслужбами, тогда, да, возможны шаги на встречу со стороны Варшавы. Тем не менее, ожидать новой перезагрузки в отношениях Польши и Беларуси, как ранее намекал Лукашенко, не стоит, подчеркивает Потоцкий. И добавляет, Лукашенко, помимо признания, больше всего хочет, чтобы Запад снял санкции, а это решение может принять только Евросоюз. При этом поддержка белорусов, бежавших из родной страны, в Польше сохранится. Предыдущая власть была очень открыта для белорусов. Независимо от своей анти-мигрантской риторики в каких-то других направлениях, как раз для белорусов, они открыли двери достаточно широко, сразу после 2020 года. Независимо от того, что тогда еще были и ковидные ограничения, и другие, вот те белорусы, которые были вынуждены сбежать перед репрессиями, они смогли въехать совершенно спокойно в Польше, они легализируются, им намного проще, например, чем в Литве. Хотя в Литве вот центр, вроде бы центр политической эмиграции, ну офис Светланы Тихановской и так далее. Я думаю, что здесь мы будем видеть как это снова работу с белорусским обществом, поддержку белорусского общества в Польше, который в большой степени старается как-то воздерживать вот этот проевропейский курс Польши. И когда мы уже как-то говорили, поляки смотрят по-другому на российские и белорусские общества. Пока же первостепенная задача нового премьера Польши — попытаться разблокировать средства из Европейского фонда восстановления. Ранее Еврокомиссия заблокировала их для Польши, так как посчитала, что партия «Право и справедливость», правившая в стране восемь лет, нарушила ценности Евросоюза, особенно связанные с верховенством права в Польше.